всем привет с вами снова виталий не был и сегодня будет видео урок или инструкция кому как удобно а который меня уже давно просят читатели блога чтобы я показал как вести клиента linux в нашем случае это будет ubuntu в домен домен у нас будет на windows сервер 2012 там 16 19 тоже принципиальной разницы нет перед тем как начать и небольшое отступление как бы перед вами мой канал youtube подписывайтесь ставьте лайки меня это стимулирует записывать все видео разбирать темы отвечать на ваши комментарии некоторым даже помогать по удаленке поэтому если вам не сложно пожалуйста поставьте там подпишитесь там звоночек нажмите и так далее то есть меня это реально приятно ладно поехали значит смотрите я сделал инструкцию которая будет выложена под под видео в ней все описано по шагам как для русскоязычного сегмента так и для как бы англоязычного чтобы всем было все понятно так начнем с первого шага ubuntu давайте авторизуемся она у меня только установилась обновилась давайте сначала откроем сейчас она прогрузится у нас ку-ку так для начала давайте посмотрим ну как она тупит у нас стоит ubuntu 1804 4 и первый шаг который мы будем делать это проверка времени и сверху его то есть в нашем случае сейчас 07 а ну подождите да изначально давайте сначала сделаем настройку по нашему региону потому что здесь у нас стоит сейчас лос-анджелес вообще то есть в моем случае это москва 1759 на нашем контроллере на нашем контроллере так сейчас так на нашем контроллере же 1800 здесь 1800 так но если даже там есть отступление какое-то от времени то есть кирбюро с не любит когда время отличается поэтому давайте все равно разберем инструкцию как вообще делать так где у нас вот она так как вообще правится время и синхронизируется то есть для этого у нас есть служба systemdm в которой есть файл отвечающий как раз за время давайте все это сейчас и продемонстрируем так сказать инструкция что была полная так здесь мы берем время какое нам надо с часовым поясами и так далее серверами точнее прошу прощения откуда мы будем подтягивать наше время далее мы активируем нашу службу и дальше проверяем так 1801 1802 быстро смотрим 1801 1801 так мы у нас вот по времени немножко отходит значит у меня наверное время на моем контроллере может отличаться отличаться может здесь я не и здесь я не ставил никакие нтпшки ладно посмотрим насколько кирбюро с у нас может отличаться по идее пять минут но посмотрим так следующий следующий путь это у нас проверка точнее проверка а настройка нашего протокола tcp ip так давайте это свернем пока настройка tcp ip идем настройки так настройки настройки так network заходим смотрим так 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 шлюз 2 днс 2 то есть он получается пока подтягивает то есть он автоматически получает и подтягивает с нашего роутера который именно в январьевский идет поэтому мы удаляем полностью профиль и используем какой-нибудь ip адрес из 80 подсетки который ну не знаю там любой произвольный но здесь ничего нету поэтому можно прям пальцем в небо так и 100 почему использую 100 потому что в нашем контроллере в нашем контроллере у нас айпишник его идет 8 из 100 домен nibl.local и имя компьютера ad добавляем так смотрим мониторчики появились появились так следующий наш шаг это делаем пинг по имени и по полному хостнейму fqdn так называемый то есть значит получается делаем пинг 100 минус 2 168 80 100 идет пинг и делаем пинг ad.nibl.local все пинги идут следующий шаг это обновить пакеты ну так как у меня все обновлено то есть я могу не делать но давайте все таки сделаем птгет апдейт найдет найдет ну что нибудь ничего нету так дальше 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 и переходим к нашему серверу добавляем пользователя на наш контроллер домена ну можно какой-нибудь тестовый тест тринадцать тест тринадцать так все переходим к шагу 2 на шаге 2 мы будем ставить пакеты которые будут отвечать за авторизацию сейчас давайте нажмем пускай они пока устанавливаются у нас а мы пока разберем так называемое что есть что так первое что мы здесь ставим сервис real d или real discovery это сервис позволяющий производить настройку сетевой идентификации и членство в домене а.д. еще еще как и сам еще автоматически обнаруживает информацию о домене идентификации и проверки учетных записей real d использует пакеты сссд и кирбиров cd сервисыいきます apps и сервисы это у нас пакеты приложения для управления аутентификации и авторизаций в термируется вообще являются основным протоколом антификации в домене актив директоре так давайте посмотрим что у нас просят а здесь у нас просят указать область нашего домена область у нас это наш чисто домен все пишется с большой буквы то есть не был . local нажимаем ok ждем пока все поставится обязательно все нужно писать с большой буквы то есть это прям вот обязательно так и подходим к третьему шагу это мы вводим в домен то есть если для аналогии могу сказать так что все третий шаг у нас будет равнозначен когда мы если допустим windows заводим станцию в домен это когда мы заходим в свойства компьютера и там нажимаем там добавить домен с какого там с авторизации админа контроллер домена то здесь будет практически то же самое то есть здесь мы давайте сейчас пока просто выделю то здесь вот мы вводим команду то есть я ее пропишу мне так просто удобнее чтобы точно никаких ошибок не было так real join не был . здесь мы говорим что добавить в домен сразу указываем юзера юзер у нас должен быть контроллера домена с администратором правами в моем случае это админ область мы указываем домен область точнее домен указываем с большой буквы все это находится в в енарных кавычках и авторизуемся так все то есть у нас никаких ошибок нету то есть у нас добавились все записи прописалось его прописались как видите как бы в файле кербероса то есть если были бы какие-то ошибки у вас здесь все было бы совершенно по-другому дальше мы теперь должны настраивать область как раз реал д то есть для этого мы создаем конфигурационный файл создаем его через на на и копируем все что тут здесь есть то есть здесь на самом деле одно большое количество разных параметров которые указываем единственно вот здесь в здесь мы должны указать название естественно нашего домена так все так сказать все параметры то есть стандартный я брал из по факту хэндбука дату и здесь моя ссылка будет оставлена с описанием всех этих параметров но здесь вот само основное это вот это по факту параметр где вы можете почитать что сделаю что будет если его отключить но на самом деле там это все по умолчанию поэтому я копирую все как там как там указано то есть по факту по инструкции дальше следующие следующий шаг это мы вообще просто посмотрим то есть возможно как бы нашему пользователю вообще авторизоваться то есть это у нас используют команда кинет давайте у нас так кинет дальше админ здесь уже не надо в одинарных кавычках и также так так судо кинет админ так если здесь сейчас после авторизации не вылетит никаких ошибок значит мы все сделали правильно все ошибок нету то есть по факту мы уже можем спокойно заходить в наш точнее под домена пользуем тест 13 которому создали на эту машину но здесь есть небольшой нюансик есть еще так называемый файл который нам надо будет сейчас отредактировать для этого переходим в на четвертый шаг то есть здесь мы как бы создаем этот пам-д в котором настраиваются как сказать настройки связанные с сеанс сеансами модули то есть при авторизации то есть что выполнять допустим если какой-то пользователь конкретно зашел и так далее монтировать не монтировать то есть без вот этих вот параметров то есть мы не сможем в него ну как бы не сможем до конца авторизоваться особенно без вот вот этой вот как раз строчки дело в том что для каждого пользователя linux приходится набор обязательных файлов и если вот мы не укажем эту директорию то есть мы просто не авторизуемся ну и как и все остальные то есть как бы они здесь тоже нам нужны поэтому переходим в наш наш инструкция к четвертому шагу копируем и и и и и так и добавляем так после этого перезагружаем нашу бунту лучше перезагрузить windows когда мы вводим домен тоже самое перезагружаем ся давайте пробовать рестарт напоминаю что пользователь под которым мы сейчас будем входить в новую тем это будет нас тест 13 так у нас столько нет времени ждать что там не хочет ну ладно и загрузить вот все пошла черт так заходим под нашим доменом пользователем в юзерными указываем такую конструкцию то есть указан не был . local тест 13 и наш пароль как видите мы авторизовались под доменом пользователем то есть сейчас можно дальше навешать конструкцию чтобы правильное окно с авторизацией вылетала там подключение сетевых папок и так далее но это уже кому надо то есть сделают дополнение к данной инструкции то есть на данный момент задача по как вообще быстро авторизовать не поднимая не праве конфиге кербероса самбо и так далее там вин бинда то есть можно совершенно спокойно через реал с ssd очень просто все сделать то есть единственный момент в том что конструкция немножко шатко и если у вас вылетела или не работает так сказать авторизация под домена пользы то надо уже был как бы смотреть пользователи и смотреть что у вас поломалась но для того чтобы это вот поставить и это будет работать вот пожалуйста буквально заняло у нас там не больше пяти минут то есть если это делать копипаста без лишних слов то там вообще в две минуты можете уложиться поэтому надеюсь инструкция была вам полезна прошу прощения за кашель никак не могу выздавить надеюсь у меня не коронавирус этот так что надеюсь инструкция была вам полезна повторяю что если вы хотите дальше как какие-то получать видео по линуксу и так далее то есть подписывайтесь на канал пишите свои комментарии на почту лайкайте и ставят там подписывайтесь на звоночки так далее меня реально это стимулирует то есть как бы за практически там две недели у меня около 100 подписчиков это на самом деле как бы большой стимул писать и записывать и вот выкладывать полезный контент так что с вами был виталий не был всем пока